Юрий Подгрушный охотник со стажем более двух десятков лет. Мужчина, который имеет инвалидность, говорит, что находит отдушину в этом виде отдыха. Причем выезд для охоты в живописные места региона стало уже семейной традицией. Актюбинец обычно не пропускает ни один сезон. Однако на этот раз он столкнулся с такой ситуацией, как невозможность приобрести путевку. В Кемерском приписном хозяйстве Уильского района, где обычно охотится Юрий, ему ответили, что свой небольшой лимит уже исчерпали. В этом году сложилась такая ситуация, что я позвонив природопользователю, сказали, что лимит путевок был ограничен. Каким образом? Я до сих пор не могу понять, кто это считает, как это считают, почему так считают. Я могу от себя сказать, что есть основной закон. То есть я потребитель, я имею право, юридическое право на то, чтобы поехать туда. Я оплачиваю взносы. И таких людей очень много. По словам Актюбинца, в последние годы с реализацией хобби у него и его знакомых постоянно возникают сложности. Одна из них – резкое сокращение количества дичи, на которую разрешена охота. Например, если ранее в течение двух недель сезона можно было отстрелять десять селезней, то теперь только одного. Уже на протяжении сколько лет у нас идет такая непонятная система, что у нас путевка, скажем, весенняя. Один селезень на 15 дней. Это что? В отношении нас, простых охотников, это что-то делается. Неоднократно было такое, что охота у дел богатых. Да, ради бога. Посмотрите буквально через неделю в интернете. Будут выложены фотографии, сколько там гусей набивают. В местной ассоциации общественных объединений охотников пояснили, что лимит на добычу водоплавающих определяется в связи с учетными данными, которые предоставляют охотоведы и егеря. Малое количество учтенной дичи здесь объясняют отсутствием в регионе водоболотных угодий. Что касается путевок, то по информации общественного объединения их наличие зависит от того, о каком приписном хозяйстве идет речь. Кемерская, например, не относится к обществу и там действительно небольшой лимит. А то, что у них лимита нету, это тоже не наша вина. Это ихняя вина. Это этого хозяйства, этих природопользователей, которые имеют это хозяйство. И не только в Ак-Темиров-Тюбе имеется 11 охотничьих хозяйств, на которые у них 392 селезня на весеннюю охоту. 392. Они заказали, они этот лимит получили. Кому они его продали, каким образом продали, это они продали. В обществе охотников-рыболовов 16 охотничьих хозяйств. И у нас до сих пор, вот сейчас еще, продаются путевки. Весенний охотничий сезон открыт с 11 апреля. Всего в общественное объединение входит 4,5 тысячи охотников Актюбинского региона. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт».